Внекурочная работа. Именно под таким необычным и навевающим мысли о школе названием в агрохолдинге Акашева провели первый детский конкурс видеороликов. Задача, поставленная перед ребятами, не просто показать, но и рассказать о полезных свойствах диетического мяса. И детсадовцы, и школьники. Всего в конкурсе «Внекурочная работа» участвовало 12 человек. Задача каждого ребенка в видеоролике рассказать о полезных свойствах курочки Акашева детям. Выбирать лучшую работу нашему жюри было очень сложно. Действительно были хорошие коллективные работы у ребят, индивидуальные работы. Этот тематический клип для семьи Тупиковых – настоящая творческая работа. Мама с младшим сыном писали стихи, старший брат снимал и монтировал видеоролик. О конкурсе «Внекурочная работа» организованным агрохолдингом Акашева они узнали месяц назад. Сразу решили участвовать. Если я успеваю, нигде не устаю. А что все говорят, ребята? Я курицу люблю. Курица. Акашевская курица. Если согласятся, приз был заслужен, несмотря на случайность. Пожалуйста, пользуйся. Я узнала о конкурсе от своего старшего брата. Мне очень хотелось планшетный компьютер, поэтому мама мне помогла срифмовать текст. Ну, курица действительно довольно часто бывает как в нашем холодильнике, так и на нашем столе. Особенно, ну, вот у меня двое детей, поэтому, как бы, курица, она действительно такой и довольно диетический продукт, и полезный продукт для детского питания. Поэтому, да, мы любим и, в принципе, готовим ее, стараемся, ну, меньше жарить, там, ну, может быть, в духовке как-то запекаем. То есть более полезно ее подать, чтобы. Как говорят организаторы конкурса, фантазия детей по-настоящему безгранична. В свои видеоролики они включили стихи, сказки, песни, танцы и не только. В разных жанрах и манере исполнения. Кто-то делал сам, кому-то помогали родители. Мама узнала, мама помогала, мама делала. Я только говорила. Это семейный, как бы, ролик получается. Работу каждого участника оценили индивидуально. В нашей группе ВКонтакте около двух тысяч человек. Мы там постоянно проводим конкурсы. И в сентябре планировался конкурс, и мы решили, а почему бы не привлечь к этому действительно школьников. И попросить их сделать рекламу продукта, который предназначен именно для них, их глазами. Курочка Акашева детям на прилавках магазинов появилась в сентябре, но прежде прошла экспертизу в независимой лаборатории. Сертификация проводилась в течение трех месяцев. Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности в результате исследований подтвердил. Этот диетический продукт содержит витамины группы А, В, Д, Е. Кроме этого, фосфорную кислоту, которая необходима для растущего детского организма. Кстати, реализация курочки Акашева детям всего двое суток. В итоге этот производитель может гарантировать покупателю не только свежесть и качество своего продукта, но и подобные конкурсы, в которых может принять участие каждый житель республики. Телерадиохолдинг на Патриарше приглашает жителей республики к участию в поэтическом конкурсе «Осеннее вдохновение». Автор лучшего стихотворения будет удостоен денежного приза в 20 тысяч рублей. Обладатели второй и третьей премии получат по 10 тысяч рублей. В конкурсе может принять участие каждый житель республики Мариэл. Прием конкурсных работ до 1 ноября. Подведение итогов конкурса 4 ноября. Ваши стихи отправляйте по электронной почте 12sobako.tvregion12.ru Все конкурсные работы будут опубликованы на сайте телеканала «Регион-12» при WTVregion12.ru Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова